Посмотрите, какая красавица сосенка! Ух, просто глаз не отвести. Но сегодня мы не о соснах поговорим, а о форме кроны. Посмотрите, какая она! То есть горизонтальный штаб ствол. И просто смотрится великолепно, декоративно. Я, кстати, сам много экспериментировал с разными формами крон. То есть и с горизонтальными, и даже полуплакучими. То есть, ну, когда дерево смотрит вверх, это, в принципе, просто и обычно. Но, к сожалению, когда, например, дерево высокоросое, ну, работает со стремянкой иногда очень сложно. Лазить на дерево, обрабатывать его, собирать плоды. Так вот, вполне возможно сделать именно вот такую крону. То есть это не обязательно там декоративное какое-то может быть. Это может быть и яблони, и груши, и вишни. Пожалуйста, вот так вот. Когда посадили саженец, вы просто не давайте ему расти вверх. Оттягивайте его главный проводник куда-то в сторону. Можно там колышем где-то вбить. И вот вы оттянули, и дальше вы просто смотрите, чтобы у вас вот эти вот ветки не вырывались вверх. Потому что, конечно, доминирующая ветка будет пытаться расти вертикально. Но вы просто ей не даете, либо вырезаете эти вертикальные ветви, либо перенаправляете их в сторону. Все, вот представьте, вот как будто это яблонька. Как удобно с ней заниматься. Вот, походите, вот яблоньки, яблочки порвали, смотрели, что к чему. Если надо, опрыскивание провели. Замечательно. Мне нравятся такие формы крон. А если еще пониже, кстати, я видел еще и более такие вот низкие штамбы горизонтальные, можно посидеть, понятно, как будто на лавочке. Тоже очень интересно. Это я к тому говорю, что мы своими руками можем сделать абсолютно любую форму кроны. В том числе и вот такую вот горизонтальную. Ну, а дальше все зависит только от вашей фантазии и от вашего художественного вкуса.